Праздник! Ну что, людей много сегодня? Достаточно. Несмотря на мороз, многие интересуются. Специальные средства, выставка оружия и военная техника. В День защитника Отечества на первой очереди Самарской набережной открылись десятки интерактивных площадок. Их работу проконтролировали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Свои достижения представили силовые ведомства, отделения казачьего общества и поисковики, в том числе службы Самарской таможни. Часто задаваемые вопросы, это, конечно же, аэропорт, международный аэропорт Курумыч, как провозить товары, как проходить таможенный контроль. У нас представлена на эту тему интерактивная игра, которую мы тоже предлагаем пройти, ознакомиться с этими правилами. Посетители смогли увидеть выставку фотографий, а также приборы, которые ежедневно используют сотрудники ведомства. Наводим на акциз, либо на алкогольные продукции, либо на сигареты и считываем полиграфические значения, которые человеческим глазом мы не можем определить. Если зеленая кнопка горит зеленым, значит акциз подтвердился. Также была организована работа мобильного пункта отбора на военную службу по контракту. Самарские мужчины проявили большую активность. Вот буквально за два с половиной часа работы к нам уже 15 человек обратились, заинтересовались. Четыре человека уже написали заявление о поступлении на контракт. Возраст разный, от 18 до 60 лет. К нам идут ребята, и взрослые, и юноши, много интересуются. Лика конница прошла, а ничины рассвела, нежный взор не полз, а ударит казаку. Казаки, 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 казаки. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Ксения Баканова, Константин Головин.